Это самый увлечённый человек, которого я, наверное, в жизни встречала. Это человек, энциклопедия для меня. С ним было всегда о чём поговорить. Человек, умеющий слушать. Я считаю, что это очень большое достоинство человека. В этом доме, наверное, сохраняется история нашего села. И для всех, я думаю, это важно, приобщиться к этому, чтобы знать свои корни. В школе очень много пишется проектов по истории своей семьи. Также она касается и истории нашего села. Потому что каждая история семьи – это частичка большой истории нашего села. Добрый, заботливый человек, который постоянно чем-то занимался, очень увлечённый, всегда интересовался всем новым, прогрессивным. Что рассказать гостям нашего города о Татарске? Какие здесь есть достопримечательности и существует ли некий символ города? Ну, вроде Эйфелевой башни в Париже или Московского Кремля. Да, такой символ есть. И пусть вас не пугает столь смелые сравнения. Башенные часокуранты называют местным Биг Беном. Одним из авторов этого проекта был Абрам Яковлевич Штефан. Как вы думаете, эти часы по точности не вступают к Кремлянским курантам? Ну, они полгода прошли вообще без запинки, первые полгода. Сейчас вроде чуть-чуть притёрлись, вроде немножко есть грешок. Но это исправимое, там есть регулировка. Они полгода вообще точно шли, абсолютно. А в московске каждые сутки три секунды останавливают. А мои не надо было останавливать. Абрам Штефан родился в 1924 году в Павлодарской области. А уже в 1932-м вместе с семьёй из семи человек они переехали сюда, в село неудачно. Своё детство Абрам Яковлевич вспоминал как очень весёлое, но в то же время как очень трудоёмкое время. Во время каникул маленькому Абраму и другим мальчишкам всегда находили какие-то занятия. Его первая работа заключалась в том, чтобы на лошадях развозить спрессованный навоз. Навоз, накопленный за зиму, раскладывали на большой площади, замачивали водой. А мальчишки на лошадях его уже перетаптывали и перемешивали. Но не только навозом занимались неудачинские ребята. Были у них и развлечения. Уж больно сильно притягивал их местный котлован. Там они могли пропадать целыми днями. У нас же других водоёмов нет. И, наверное, как достопримечательность была для села. Всё равно дети всегда купались там. И не только дети, и взрослые тоже. Ну и праздники там проводили. С утра и до вечера приходили домой. Мамы нас розгами встречали, что не приходили обедать. Там мы проводили. Там даже рыба водилась. Мы же там и рыбачили. Ещё. Ну, когда Абрам Якульич, конечно, в 30-е годы, я не знаю, тогда начали мы попозже рыбачить. Ну, это и как. Ну, деревянские жители там пасли гусей. Ну, на день туда угоняли своих. И там очень много времени было проведено. Отец очень мало рассказывал о своём детстве. Вообще, раньше не принято было рассказывать о прошлом. Или это было запрещено, или не знаю почему, не могу это объяснить. Но о прошлом рассказывали мало. В основном думали о будущем. Что нужно сделать, что нужно купить, приобрести, отремонтировать. Вот в таком русле наша жизнь проходила. А про детство, если только игры какие-то, во что играли. Ну, что голодное было детство. Но весёлого мало было. Ну, исходя из ненюков, можно сказать, что детство у него было тяжёлым, но с одной стороны и весёлым. Да, как он пишет, что несмотря на все трудности, которые им приходилось, всё равно всегда находилось время и место для игры. Встречались, да, часто возле котлована, купались и проводились какие-то игры. Также и пишет, как тяжело ему было в раннем детстве работать. Он один год, одно лето пас телят. И вместе с ребятишками нашего села им каждое утро приходилось идти, пасти этих телят. Было утром холодно, и они, чтобы ноги согреть, в основном ходили босиком, не было ботинок. И они, чтобы ноги согревали, они их ставили в эти лепёшки, которые коровы оставляли, да. И проблемно было вечером, когда мама их заставляла мыть ноги, все эти трещинки надо было хорошо с щёткой вымыть. Это он пишет часто. Ну и... В принципе, как он пишет, детство было весёло, несмотря на тяжёлую жизнь. В мае 1942 года Абраму Штефану исполнилось 18 лет. Ростом я был 160 сантиметров, а когда вернулся из трудовой армии, стал метр шестьдесят пять. В общем, повзрослел я там, вспоминал Абрам Яковлевич. В книге «Кое-что о деревне» этому периоду его жизни посвящена целая глава. Он долго сомневался, стоит ли в подробностях вспоминать этот период. Но вычеркнуть его из памяти он никак не мог. 2 апреля 1942 года отправили в Татарск 53 призывника. Мы не знали, на какой фронт мы попадём. Через несколько дней прибыли в Ульяновск. Там нам предстояло построить железную дорогу в 202 километра до Казани. Кормили неважно баландой, в которой не всегда можно было узнать, из чего вообще она сварена. Хлеб тоже был из разных смесей. Тот, кто выполнял норму, получал по 800 грамм. А тот, кто не вырабатывал её, 600 или даже 400 грамм. А норма была такая – выкопать, погрузить, увезти, разровнять на полотне дороги 12 кубометров земли. Про трударми он пишет, что ему ещё даже 18 лет не было, хотя в трударми собирали с 18 и собрали его в апреле месяце вместе с ещё очень многими мужиками нашего села. Их примерно, по-моему, было 19. И что тяжело было уйти из дома таким молодым. И не знали же, куда их возят, да? Также пишет, что уже когда был в трударми, как тяжело было работать. Строили они железную дорогу. И иногда не было в достатке еды, что трудно было, что голодные, холодные ходили и работали. Тяжёлое время, конечно. Ну, может быть, знаете, сейчас мы ни в чём не нуждаемся, да? Ни в продуктах питания, ни в чём-то другом. А раньше две картошки последних, которые сварили в мундире, и с каким наслаждением съели, а мама, может быть, этого и не попробовала. Потому что картошка-то последняя. Он пришёл с трудармии. Самая последняя мама-то, оказывается, огород засадила. Потому что пахали на корове, всем спахали, а потом только до себя дело дошло. Смогла только свеклы и морковки на огороде нарвать. И тем самым сына накормить на ужин. Потому что даже картошку невозможно было, хотя это было уже август месяц выкопать. От родителей много шло. В трударми, сперва, мы были татарии. От Ульяновска до Казани строили железную дорогу. За лето построили уже 1 августа 202 километра, и всё улучшнули. А знаете, народа сколько было? На каждые 5 километров около 500 человек было собрано. И успели построить. Но когда построили, уже оставили только там уже обслуживающий персонал. А остальных кого куда? Кого в Воркуту, кого на Урал. А я попал в Архангельскую область. Недалеко? Да, недалеко от Котласа. Там были лесоразработки. Я попал на погрузку в основном. Грузили лес круглой на платформы и вагоны. Вкрытый вагон пришлось лес забрасывать аж через верх. Ну, всё, так и трудились до демобилизации, как говорится, до 47-го года. Да, приходилось всякое. Не все, конечно, вернулись оттуда. Это всё принадлежало НКВД. Все эти стройки, всё это, подчинение мы были. Была и охрана, как и было. В 1949 году Абрам Штефен закончил ускоренные двухгодичные курсы электриков. Так и проработал он всю жизнь по профессии электромеханик. И очень любил свою работу. Здесь же, в Неудачино, он встретил свою настоящую любовь Екатерину Борисовну. Правда, сумел сделать ей предложение только спустя 4 года. В дружбе и согласии прожили они вместе 57 лет, пока Екатерина Борисовна не умерла в 2008 году. Много лет усадьба Штефанов была в Неудачино лучшей. А может быть, остаётся такой и по сей день. Сегодня это не просто бывшее жилище семьи Штефана. Сегодня это самый настоящий дом-музей. В этом доме мало что изменилось с тех пор, как почётного гражданина татарского района Абрама Яковлевича Штефана не стало. Шкафы, кровати, стулья, часы, рабочий станок и портрет любимой жены. Всё на своих местах. Я недавно прочитала в его ноутбуке воспоминания, и там он пишет об этом на какой-то свадьбе. Они познакомились, и мама не хотела вначале с ним встречаться. Не знаю, почему, там не объясняет, почему. Но потом всё-таки она согласилась. Но она всегда рассказывала, что семья Штефаных – это были ремесленники. То есть они всегда что-то ремонтировали, много занимались техникой. А семья Ринпининг, она Ринпининг, они были крестьяне. Они занимались больше землёй. И вот это вот, наверное, её как-то останавливало. Думала, что отец, мол, не такой зажиточный, как её отец. И что отец не сможет так ухаживать за хозяйством. Но потом она убедилась, что отец всё может. Но вначале не хотела. Он пишет в Терниках, что так как он уже с детства играл на музыкальных инструментах, даже пишет, что уроки физкультуры проходили под маршем. Он играл на балалайке. И одно время он в клубе играл на паяне. И все мероприятия, которые там проводились, он был как бы главным музыкантом. И также приглашали его на свадьбы. И, играя на свадьбе, он как-то заметил, что Екатерина Борисовна как-то по-особому танцует, что была она в очень красивом платье. И это ему запало в душу. И он предложил ей её проводить до дома. Она ему разрешила, но только до какого-то большого тополя. Дальше не разрешила. Начали встречаться. Но поначалу она как бы не горела желанием с ним дружить. Но через некоторое время, как он пишет, целый год он ухаживал, ходил, добивался. И всё-таки она согласилась с ним дружить. И жена – это постоянный спутник жизни. То, что и золотая свадьба была отмечена тоже очень, наверное, не помпезно, как говорим, в семейном кругу. И вот эта любовь, которую всю жизнь они пронесли друг с другом. Это вот одно с другим. Вы знаете, есть такая легенда про название Москвы. Масоха была, Масоха был парень, Иква у него была жена. Куда Масоха, туда Иква, и вот вместе. Москва. Вот, пожалуй, такое же сравнение могу в этой семье. Хорошая женщина была. Хорошая женщина. И такая спокойная всегда. Я никогда не видел, чтобы она выходила из себя. Ну, у немцев это вообще не было принято, чтобы женщины, как по-русски-то сказать, выступали на Эрда. Они любили друг друга и помогали друг другу. И старались понять друг друга. И поддерживали всегда друг друга во всем. И отец, ну, он понимал, что трудная жизнь. Но они, мне кажется, они были счастливы. Здесь в доме была такая аура добрая, что люди тянулись сюда. Мы это, когда мы жили здесь, мы этого не понимали. А когда родители не стало, мы это поняли. А когда уже мы так близко познакомились с Катериной, получается, Борисовна, сколько возникало всяких нюансов, вопросов по истории села, про репрессии, про трудармию, или просто когда оно возникло, из чего, все к нему. Потому что он много беседовал с людьми. Ну и, наверное, знаете, что когда уезжать стали в Германию, у нас же более 170 человек уехало. Переживал здорово. И действительно несли часы. Он просил, ну, хотя бы часы не выкидывайте, пусть сломаны и целые. И в прошлом, только вот весной, в прошлом году, к юбилею, когда начали готовиться, я получила опять очередную долю удивления. Привыкла, что ребята проходят по дому и считают, сколько, ребят, часов, вы насчитаете. Целый чемодан ручных, 57 висело. А в прошлом году оказалось переизбыток. Оказывается, все диваны, всякие ящики, шкафы, все забито часами разнообразными. И он действительно хранил. По его словам, это от отца. Потому что отец разбирался в часах, а он просто, видимо, опыт этот перенимал. И этот опыт привел его к тому, что он начал, разбирая уже большие часы, пробовать сооружать свои. И все это происходило в соседней комнате на станке токарном. Глаз положен у многих на этот станок. Никто не прикасается. Вот как он его остановил, так уже никто на нем и не работает. В 70-х годах ему попались часы. Кто-то уезжал из села, и ему просто дали на хранение старинные часы. Так как они были сломаны и довольно грязные, он их просто положил в гараж. А его старший брат работал у нас в школе. И в школе тоже висели старинные часы, но они были уже полностью в плохом состоянии, не работали, там цепей не было. И он их тоже положил в гараж. И был такой момент, как он пишет в дневниках, что в доме не оказалось никакой техники для ремонта. И они с Екатериной Борисовной сидели, а было это в декабре месяце, в 84-м году, они сидели, разговаривали, и речь зашла об часах. И он говорит, может, мы отремонтируем эти часы. Он их достал из гаража, Екатерина Борисовна их помыла, так как они были очень грязными, помогала ему их чистить, а он начал заниматься ремонтом. Эти часы и сейчас висят у нас, которые он тогда отремонтировал. И когда он полностью их разобрал, ему пришла такая идея, что он и сам мог бы создать свои часы. Когда он часто ездил к своему брату Корнею, то у него стоял станок, токарный станок. И, видя интерес Абрама Яковлевича, Корнею решил ему этот станок подарить. Ну мы всю жизнь такие часовые мастера, начиная с отца. Ну а в основном новые часы я начал делать, уже когда пошел на пенсию. С этого ремонтировали так вот. А когда уже был на пенсии, когда я был у брата, он мне вот этот станок подарил. И говорит, не только топчасти делай, а новые делай. Вот я тебе дам станок и делай новые часы. Ну вот я и начал потихоньку. Ну вот пришлось. Я его остановил, приспособление сделал. Он у меня универсальный. Тут можно и шестерки, и зубья нарезаны. В общем, полностью, что надо для часов. То я и могу выбирать. А кто вас учил? Ну никто. Самый. Мне тоже было интересно, из чего все это собирается. Где-то он в гараже договорился, где-то он что-то нашел. Для часов искал, получается, чтобы сделать циферблат, зачастую от газплиты боковинки. Я думаю, что вот это увлечение, первое, это то, что я умею ремонтировать, как электро, он электрик по профессии основной, так же весь механизм изучить тщательно, а потом уже пошла эта волна, что я сам могу сделать. Как ваша жена относится к вашему ремеслу? Ну сначала не так вроде, но когда она увидела результат, она уступила и стала как будто ей вроде и помогать, даже где-то совет давать со стороны. И иногда тоже что-то видно, может быть и так даже. Ей не понравился там в первых часах маятник, вроде я сделал, не маятник, а собачка, вроде маленького размера. Она мечтала, что будет больше. И когда во время ремонта он так подумал, что создавая часы больших размеров, будет проще и легче их делать. Вот так появились три башенных часов, которые одни у нас в селе, другие в Татарске, третья, по-моему, в Черепаново. Я точно не могу сказать, кому пришла эта идея, но отец очень дружил с директором Татарского музея Савченко. Он часто туда ездил. И, может быть, к директору пришла эта идея. Или отец с братом, они тогда вместе всегда что-то придумывали. И, может быть, они предложили это сделать. потому, что его брат, Корней, который жил в Платоновке, он сделал вот этот инструмент шарматрон. А его надо было куда-то поставить. И отец, наверное, предложил сделать часы с музыкой. Там же каждые полчаса должна была звучать какая-то мелодия. И они вот сообща вот это вот этот проект сделали. Но ему очень помог Носков Валерий Павлович с запчастями или с материалами. Они доставались, по-моему, с Омска, с завода. Привозили эти материалы. И Савченко очень помог. И вот тогда вместе с Корнеем были сделаны вот эти куранты. Было же очень сложное время тогда. 90-е годы. Вообще нигде ничего не было. И такая вот сумасшедшая идея пришла. И они сделали это. Вот с такими удивительными людьми мы познакомились сегодня. Два брака. Два человека, постоянно испытывающие себя. Два настоящих мастера. Расскажите пожалуйста вам какие мелодии играют наши городские часы? Первый который это широка страна моя родная. Там подворный там есть и Бельская. Всюде я вселенной проехала и вечерний звон и все. Я забыл сколько лет. Еще пятая мелодия. Я хотел записать старинную но это не надо говорить. Боже царя хотел записать. Чуть не расставался общин к мне. Ну мелкие детали он делал здесь дома на станке. Остальную работу в гараже на улице. Там остальное все делал настраивал там долго веселье все собирал проверял настраивал все слышали что то бьет то не бьет колокол. Этот талант изобретательства не стояние на месте улучшить свою жизнь усовершенствовать он во всем проявлялся. Ну а идея создать куранты есть тетради в его письменном столе где он все разметки делает и какая должна быть башня и какой вес то есть много читал изучал литературы прежде чем все рассчитать чтобы время было точным какой высота должна быть какие противовесы должны быть это вот ну на уровне самоучки получается здесь научной теории никакой нет и вот с братом они действительно тут же несколько у нас и циферблатов татарские на башне у нас это только один и последние часы установлены установлены Черепанова присылали они отчитывались перед главой администрации это уже было в прошлом летом значит и мы стали искать в интернете получается это не самом центре на каком-то общественном здании фирма какая-то взяла на себя эту ответственность и они такую башенку соорудили но у нас совершенно другой конструкции то есть не пропал труд и это здорово вот это да и идут изначально когда наше здание клуба строилось оно было не предназначено для этих часов уже позже они с главой нашей решили достроить башню и так появились в 95-м году часы у нас в центре села для села оно было огромное значение прежде всего это ведь лицо теперь фактически от неудачи ничего не осталось вот осталось единственное лицо неудачно это часы я помню как они даже настраивали каждую эту латунную штангу под это хороши вечера набей конечно ну я с братом его мы по соседству в свое время жили здесь он неудачно жил а потом в Платоновке жителям сибирского села с говорящим названием неудачно наконец-то повезло один из их земляков оказался настоящим умельцем из подручных материалов он создает часовые механизмы удивительной точности родной деревне мастер подарил куранты и с тех пор в неудачине началась новая жизнь репортаж Павла Афанасьева жители отдаленного села неудачно привыкли вставать не по первому крику петуха а по бою курантов и мы самим теперь кажется что без этих ударов разносящихся по заснеженной округе жизнь бы здесь замерла по узкой лестнице башни 84-летний создатель курантов Абрам Яковлевич поднимается с юношеской легкостью сегодня с механизма нужно смахнуть пыль смазать его и поднять гирю маятника Я устала от этого ага ну и он остановил некоторые часы но не все вы видите ходят жена мастера смирилась с шумными ходиками токарным станком в красном углу избы но самые большие часы все-таки заставила вынести в гараж в московских курантах там конечно побольше колокол он тоже будет далеко слышно в гостях из Парагвая знаете где Парагвай наверное в Южной Америке туда когда-то переселились наши немцы и они вот через сто лет почти приехали целой группой двадцать человек было приехали к нам гости и зашли к нам тоже и они тоже все тут поудивились и попросили сыграть что-нибудь но я им сыграл вот одну мелодию и они запели эту песню понимаете она записана в песеннике моей мамы сто лет тому назад вот такая история этой песни сейчас я сыграю extrovert 31 августа 1998 года внеудачно открыли памятник жертвам политических репрессий одним из инициаторов этого проекта был Абрам Яковлевич его поддержали глава и депутаты сельсовета. Именно Штефан собрал все данные. Здесь 44 фамилии репрессированных и расстрелянных в 30-е годы. На этом месте до сих пор проходят митинги, возложение цветов и венков в День деревни и в День памяти жертв политических репрессий. Он ходил к нашей администрации на тот момент по лабору Татьяны Васильевны. И они вместе с местными депутатами решили, что нужно увековечить тот момент истории, который был в 30-х годах. И они решили, он макет создал дома, да, и уже на основе этого макета был создан вот этот памятник, который у нас сейчас находится в центре села. Я думаю, этот памятник послужит нашим сыновьям, влюкам, потомкам, чтобы помнили о тех, кто пострадал от этого режима. В 70-х годах Абрам Яковлевич начинает практически ежедневно вести свои дневники и продолжает этим заниматься до конца жизни. У него был очень красивый каллиграфический почерк, хотя под конец жизни, конечно, писать ему было все сложнее и сложнее. Вот одна из последних записей в его дневнике от 5 апреля 2011 года. После меня нужно сделать усадьбу музеем. Может, кто-то и найдется по уходу за ним. А мне кажется, что мне пора отдохнуть навсегда. Столько всего накоплено, если даже часть заберет в татарский музей, все равно все не войдет. Решение детей. Это как завещание можно расценивать, наверное. Не то, что он сказал, приказал, вот так я требую, вот так. Нет. Просто его переживания. И вот дети. Он так у нас общественно, он и в саду собственности. За свой счет отопление идет у детей. Ваня у нас, вот Иван Иванович Панкратц, он в молодежке работает и смотрит за музеем. Приходит и здесь усадьбу порядок новой, цветницы посадит. И каждый раз зайдешь и опять что-то по-новому. Что-то новое достал. То-то, другое убрали. Чтобы по-новому было восприятие в этом доме. В 2013 году меня Елизавета Абрамовна попросила сделать здесь ремонт. На тот момент я уже работал в молодежке. И этот дом мне нравился всегда. Мне было приятно сюда приходить. Была такая теплая атмосфера, когда я к нему приходил домой. И делав этот ремонт, я наткнулся на дневники, где он и пишет, что хотел бы, чтобы дом стал музеем. Но, честно говоря, в 2013 году я не думал, что это будет. А уже в 2013 году меня устроили в молодежный центр с условием, что я буду ухаживать за этим домом. Но о создании музея тогда как бы речь не шла. Но уже в 2014 году, когда было 90-летие со дня рождения, мы все-таки решили его волю, его пожелания выполнить. Штефан Абрам Яковлевич. Это человек, который вложил всю свою жизнь в историю нашего села. При жизни он очень желал, чтобы наше село процветало. Чтобы дети наши, которые растут на неудаченской земле, помнили свои корни и продолжали делать своих родителей, дедушек, бабушек. Мы вообще, конечно, когда отца не стало, не знали, как быть дальше. Целый год здесь ничего не делалось. Все стояло. Ну а потом надо было что-то делать, и Иван Иванович помог. Мы сделали ремонт и потихоньку начали готовить дом к музею. А вообще изначально этот дом был куплен или построен вашими родителями? Он построен родителями. Я как-то спрашивала, ну и отец рассказал, что на мотоцикле, им выделили делянку, они на мотоцикле с мамой ездили в лес, сами спилили березой. Эти березы потом трактором привезли сюда, и он сделал сруб сам. Ну, наверное, помогали. Потому что здесь, в деревне, было принято помогать друг другу всегда. Строили сообща. Субботники, воскресники после работы помогали друг другу. Потому что вдвоем это очень сложно. И потом женщины мазали все внутри, пилили. Всегда помогали. Да, у нас ведется тетрадка, где я пишу, сколько у нас людей побывало. На сегодняшний момент у нас уже больше 7 тысяч. В среднем где-то в месяц у нас больше 100 человек. Иногда и больше. Среди таких запоминающих экскурсий, наверное, была экскурсия. К нам в село заехали две машины. Они были из Франции. И русского они вообще не знали языка. Немецкого тоже. Знали только английский. Но с английским у меня маленькая проблема. И они остановились у нас перед магазином. Зашли что-то там купить. И у них информация была про наш музей с интернета. Что именно есть такой часовщик в Сибири, который ремонтировал и создавал свои часы. Им хотелось посмотреть на этот музей. Они сюда зашли. Ну, экскурсия у нас получилась больше не мая. Они показывали что-то. Я им что-то на немецком говорил. Они пару слов на немецком литературном знали. Пару слов я на английском знал. И так у нас прошла экскурсия. Это самая такая интересная, такая необычная, скажем так, экскурсия, которая была. Конечно, были и другие. Особенно летом к нам часто приезжают из Германии люди. Абрама Штефана не стало 29 июля 2011 года. Он пережил свою супругу всего на несколько лет. И, конечно, очень тосковал по ней. На прощание с часовщиком и главным летописцем неудачно пришли не только жители села. На момент смерти к нему приезжал сын из Санкт-Петербурга. Он здесь был. Недели две за ним ухаживал. И то, что он тяжело болел, конечно, я знал. Он позвонил моему отцу, так как мой отец на тот момент был руководителем церковных менонитов. И так же, как и пожелание у него было похоронить, чтобы его похоронили так же по немецким традициям, то есть молитвенный дом, чтобы прошла служба. И сын обратился к моему отцу за помощью, чтобы мой отец прочитал службу, пели там песни. Утром здесь был старший брат Яков, и утром он пришел к нам домой и сказал, что отца не стало. Рано утром. Его не стало ночью. С ним был старший брат Яков. Яков. У меня здесь не было. Его уход стал неожиданностью или? Нет. Он очень тяжело болел в последнее время. И он это понимал. Он был в сознании до последнего. Но никаких пожеланий, ничего он мне не говорил. Абсолютно. Молчал все. Мы даже спрашивали, что делать, как выйти дальше. Ничего не говорил. Просто, ну, последнее время, когда мы ухаживали за ним, он говорил, я, по-моему, я все сделал. Вот это его слова. Ну, он, наверное, имел свою книгу, которую он написал. И то, что он прожил немало лет. Вот это он, наверное, имел в виду. Книга «Кое-что о деревне» действительно стала своеобразным подведением итогов для Абрама Штефана. В нее вошла лишь небольшая часть той информации, которую он собирал несколько десятилетий. Чтобы неудачницы знали свою историю, а автор книги навсегда остался в их доброй памяти. Он никогда не сидел, не скучал, не ныл. А вот именно всегда вот это творчество, наверное, и поиск, найти что-то новое, опять, да, для себя, какое-то сделать, пусть маленькое, но открытие, хоть это часов касается, хоть это какой-то запчасти, наконец-то двигатель заработал. значимое, что ты нужен людям, не давали возможности расслабиться. Он никогда не планировал плохие дела, а только хорошие. В общем, вся суть этого Абрама Яковлевича. У него плохих помыслов не было. Бывает ли так, что в этот дом вы приходите просто так? Или это слишком тяжело для вас, и вы этого не делаете? Ну, вначале это было очень тяжело, а сейчас, наоборот, легко. Если мне трудно, я всегда иду сюда. Я очень рада, что дома остался, и можно прийти сюда. Незадолго до смерти Абрам Штефен писал в своих дневниках «Пусть мои часы останутся как память обо мне. Может, кто, взглянув на них, вспомнит меня, скромного сельского жителя из Неудачно, вспомнит и помянут добрым словом». Вспоминает Абрам Яковлевич, не сомневайтесь. И буду вспоминать еще очень много лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин